Всем привет! Вы на канале Вкуснейшин с Ланой и Лановей. Сегодня для вас приготовлю самые вкусные куриные желудочки. Даже те, кто не любит куриные желудочки, попробовав это блюдо, скажут вам спасибо. Куриные желудочки недорогие, но вы не знаете, что можно вкусного из них приготовить. Сегодня я для вас приготовлю очень вкусный сытный ужин для всей семьи. Это ароматное и сочное конфи. Это невероятно вкусно. Все ингредиенты, их количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Это блюдо готовится из доступных продуктов, а главное просто и легко. Берем куриные желудочки, обязательно очищаем от перегородок и снимаем все пленки. Куриные желудочки заливаю холодной водой на полчаса. Прикрываю крышкой и оставляю их при комнатной температуре. Итак, прошло 30 минут, желудочки готовы, воду я слила. Теперь берем средний апельсин и натираем его на крупной терке. Получаем вот такую апельсиновую цедру. Далее для приготовления мне потребуется очень крупная луковица. Если у вас луковицы мелкие, возьмите две штуки. Чем больше лука, тем вкуснее блюдо. Лук помещаем в чашу блендера, добавляем сюда розмарин и черный молотый перец. И начинаем все взбивать. Сразу хочу сказать, что не превращайте лук в кашицу. Он должен у вас получиться небольшими кусочками. Или возьмите просто нарежьте мелким кубиком. Соединяем куриные желудки с луком. Добавляем цедру апельсина. Не бойтесь, блюдо у вас горчить не будет. Черный перец горошком и лавровый лист. Теперь все необходимо перемешать и оставить желудочки мариноваться один час, можно даже полтора. Тогда желудочки у вас будут очень вкусными и мягкими. Прошел один час. Желудочки у меня готовы для дальнейшего приготовления. Не забудьте убрать лавровый лист. Берем чеснок и нарезаем его в произвольной форме. Сковородку ставим на печку. Добавляем сливочное масло. Масло у нас растопилось. И сюда добавляем чеснок. Чеснок обжариваем буквально одну минуту, не более. Затем добавляем сюда куриные желудочки вместе с луком и соком от маринада. Только сейчас я добавляю соль. Соль добавляйте по вкусу. Также можно добавить любые специи по вашему вкусу. То, что вы любите. Все хорошо перемешиваю. Воду я сюда не добавляю. А добавлю еще немножко сливочного масла. В общей сложности у меня получается для приготовления блюда примерно 50 грамм сливочного масла. Закрываю крышкой и на медленном, на медленном нагреве плиты. Готовлю желудочки до готовности. Это займет примерно у вас от часа до 2. Как видите, при приготовлении очень много сока. Ну вот, желудочки у меня готовы. Выкладываем их на тарелку и подаем к столу. Также можно к желудочкам подать гречу, рис или картофельное пюре. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите свои комментарии. Не забудьте зайти и подписаться на мой второй канал. Ссылка находится под видео. Вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассике. Делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью и желанием приготовить самое вкусное блюдо. Всем пока-пока. Готовьте с любовью.